Партнер прогнозу погоды серия крем-бальзамов Живокост. Крем-бальзам и Живокост снимают запалення, восстановляют кистковую тканину, усувают набряки, покращают кровообіг. Рада нашей новой встрече. Пришло время ознакомить вас с планами природы на вторник, 13 декабря. В студии для вас работает Олеся Вайнер. Что ж, в ближайшие сутки к нам снова возвращается зима. На территории Украины во вторник будет наблюдаться переменная облачность. Осадки возможны, но их будет мало. Воздух станет морозным. В некоторых областях столбики термометра в дневное время опустятся до минус 7 градусов. А сейчас перейдем к более детальным прогнозам в каждом из украинских регионов. В Центральной Украине суточные температурные показатели составят 1,7 градусов мороза. Солнце на облачном небе покажется в утренние часы в Черкасах и днем в Полтаве. Местами ночью и вечером синоптики предполагают снег. На юге страны термометры за сутки покажут от минус 1 до плюс 6 градусов. Ночью и утро в регионе будут облачными. Но днем в Херсоне и Одессе, а также вечером в Симферополе небосвод прояснится. В столице полуострова на рассвете ожидается небольшой снег с метелью. Партнер прогноза погоды торговая марка Эликсир. С крем-бальзамами Живокост ваша жизнь заиграет новыми красками. И снова о погоде. В Западной Украине температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 1-6 градусов ниже нуля. В регионе в этот день будет преобладать переменная облачность. В Ивано-Франковске ночью прогнозируются осадки в виде небольшого снега и метель. На севере страны минимальная ночная температура воздуха упадет до минус 10 градусов, а максимальная дневная достигнет нулевой отметки. Ясным небо будет лишь Чернигове в ночные часы. В остальное время северный небосвод займут небольшие облака, пропуская иногда сквозь себя солнечный свет. Во второй половине дня в Сумах и Чернигове выпадет снег. Вечером возможна метель. На востоке страны в этот день также будет царить облачность с небольшими прояснениями. Местами пройдет слабый снег. За сутки местные термометры покажут от 1 до 11 градусов ниже нуля. В это время наши предки продолжали наслушивать воду, но уже не только в колодцах, а также реках и озерах. Если вода стояла спокойно, это предвещало теплую зиму без метелей. Если же слышали сгудения и стоны, нужно было ждать бурь, сильных морозов и вообще непростого года. Но будем надеяться, что природа проявит к нам свое милосердие и подарит надежду на удачный будущий год. И теперь подробно о погоде в восточных областях. В Луганской области ночью на термометрах можно будет увидеть от 5 до 8 градусов мороза. А днем от 4 до 11 градусов также со знаком минус. Ночные и утренние облака в дневное время местами поредеют, но не покинут небосвод до конца дня. После полуночи в северо Донецке предвещается снег. В Донецкой области ночные температурные показатели составят минус 2, минус 8 градусов. А в полуденные часы они будут колебаться в пределах 1-10 градусов мороза. Днем и вечером в области прогнозируется прояснение. Но до этого момента небо в Славянске, Донецке и Мариуполе будет оставаться пасмурным. В Славянске ночью предполагается снег. В Днепропетровской области после полуночи ожидается от 4 до 7 градусов ниже 0. В дневное время от минус 2 до минус 7. После хмурой ночи на небе в Павлограде, Днепре и Кривом Роге в течение дня будет наблюдаться кратковременное прояснение. Ночью в Павлограде выпадет снег. И о прогнозах синоптиков для столицы Украины. При суточной температуре воздуха от минус 7 до 0 ночь в столице прогнозируется ясная. Но уже с рассветом столичный небосвод займут облака и не покинут его до завершения дня. Осадка в городе не предвещается. Это была вся информация о погоне на вторник, 13 декабря. Пусть удача будет вашей верной спутницей во всех делах. А я прощаюсь с вами до следующей встречи в нашей студии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова